перед нами вот такая вот башня бисмарка находится очень и очень далеко в области и очень и очень глубоко в лесу это неманский район вот такая вот красоте но в яндекс картах есть то есть найти ее можно собственно говоря мы и нашли с посмотрим ее тут ступеньки разваленные всегда первобытные люди оставляли надписи вот думаю что не стоит подниматься наверх потому что здесь все вот такое винтовая лестница и может что-то прилететь на голову я думаю что это все небезопасно и перекрытие само это уже такое обвешала но попробуем поснимать снутри снаружи бы и восстановили окультурили это если вы приезжали они вот эти вот все надписи непонятные огромное количество камней вокруг очень интересно посмотреть как она выглядела до этого до того как ее уничтожили как говорится вот такую красоту вам показал 130 километров от калининграда находится далековато по нашим меркам можно считать что фактически вся область с этой стороны кладка осталось даже стены вот такие вот камни здоровенные валуны вокруг лес вот лес вообще ничего нет ну где там дорога есть это это дорога ветка уходит налево не основная кому интересно погуглите где это находится вот такие вот из вот таких вот камней было состояла эта башня солидно вот кладка можно поближе подойти красиво правда видимо большие вот эти крупные были наверху я представляю с каким трудом по ней долбили чтобы ее раздолбать вот так вот вот тоже камни валяются вокруг еще какие-то сооружения может быть часу пройду посмотрю там что-то выкопано вот здесь вот накладочка такая красотень восстановить бы я вот кто но связан с со всем этим делом восстановить оккультурить дорогу из брусчатки сюда сделать тут два пути подъезда как я понял с основной дороги можно с одной стороны подъезжать можно с другой стороны мы ехали через лес там даже пограничный столб есть то есть она совсем рядом ну-ка что тот тайничок может быть немецкие монетки есть где-то да тут все вперемешку кирпич цемент камень давайте посмотрим что там спрятано у нас вот валуны с этой же башни кто не ездил советую просто доехать и собственно лично посмотреть на самом деле красиво выглядит вот такая четенькая а это может быть какой-то бункер или какой-то еще укреп сооружение судя по всему для защиты этой башни вот такой вот мощная вовнутрь я не полезу естественно диггеры наверное лазили здесь что-то изучали с той стороны наверное где то есть и наверное здесь сеть связанных сооружений вот тут видимо окопы были вот они идут сюда 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 окоп идет туда дальше это здесь этот бункер только непонятно где есть огневые точки были ну может быть подзавалило немножко я думаю где то вот здесь должны быть либо там на спуске может быть это вообще сеть одна сплошная которая здесь шла оборонительная линия наверняка где то там есть но кто еще сюда приедет либо кто знает как это все выглядело поделитесь видео расскажите а вот окоп шел вот он даже его видно вот сюда выход туда уходил вот тут что-то такое может под башней было что-то не знаю вот это все просто мои предположения как бы я например все это сделал вот вот он длиннющий окопчик туда идет видимо там тоже куда то что то выходит вообще классно смотрится вот так видите какая красота у нас в области холмик такой хороший добротный добротный да что тут вот здесь может быть вон там не ясно по моему там тоже окопы сделано я так понимаю что здесь было несколько линий обороны этой башни судя по всему потому что вон там еще окоп идет вот он может быть он с тем сооружением был как-то связан не знаю мне сейчас сложно сказать ну да окоп да сеть окопов вот он сюда идет сюда и так далее историк из меня так себе но как могу что вижу то пою тут может какая-нибудь пушка стояла да вот он окоп идет вот туда вот как то так друзья ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока в общем прошли от этой башни сюда ближе к дороге и обнаружили сеть окопов вот они идут 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 туда наверх и там уже они идут зигзагообразно вот тут видимо для орудий что-то такое было башня сама вон там находится окопы идут вокруг вот здесь тоже видимо что-то для орудий такое было вот две соединены в принципе в одну огневые точки ну что удобная позиция отсюда отсюда здесь личный состав и так далее и вот эти окопы они так получается вокруг всего холма то есть если сюда приедете будете смотреть да башню то увидите что здесь еще и окопчики были здесь даже несколько линий окопов идет вот раз линия вон там ниже вторая вот она идет видно вот вот окоп идет туда продолжается те кто думает что это ручеек протоптал но не знаю я не специалист это всего лишь мое предположение что это окоп я думаю что это именно так и есть и вот эта линия идет вот туда вот тут огневая точка была тут уже дерево выросло видно что вот сюда вот идет заходик ну я бы сюда какую-нибудь орудие поставил отстреливаться там низинка поэтому я думаю что тут не слабые бои велись вот он идет окоп вот туда 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 и вот оно пошло дальше вокруг всего холма может быть здесь была сеть каких-то подземных коммуникаций еще не исключаю потому что слишком такой солидный холмик под ним можно было что-то разместить может быть с той стороны размещалась как бы кто с этим делом связан истории поделитесь комментарием под видео ну вот видно да вот буквой z идет то есть тогда уже z было вот они идут вот 1 1 1 1 1 1 1 как-то так ребятки как-то так это в дополнение к тому видео я их в одно сделаю но неплохо тут наверно не слабая оборона была